Можете пояснить, как поступали ли с МВД республики, или этой программе по поводу сложной оперативной остановки, возможности совершения теракта в республике и непосредственно по поводу проведения дня знаний 1 сентября? Поступали в телепрограмму, они постоянно поступают, особенно после событий в Назране, шли в телепрограмму, что начали, в плане бдительного несения в службу, которые доводились на разводах, на инструктажах. На Вас лично тоже доводились? Естественно, дежурные доводились. Поясните, вот технологию приема телепрограммы, и дальше куда она одевается? Технология такая, значит, с МВД по телепрограмму передавали телепрограммы, иногда приходили через почту, если из других регионов, так по циркуляру приходили, что клеивалось... И вам в дежурную часть пришел телепрограмму передавали телепрограмму? Да, дальше оперативный дежурный на развод заносит с собой к начальнику, начальник познакомит, значит, присутствующих там сотрудников, дежурную смену, в частности, и на разводе уже доводит оперативный дежурный телепрограмм, содержание телепрограммы. Можете пояснить суду, с кем вы дежурили 1 сентября 2012 года? 1 сентября выступил на службу вместе с оперативным дежурным дежурным дежурным. А сменяющая смена, кого сменяют? Сколько я помню, это были Маргоев и Курзи. Маргоев и оперативный дежурный Маргоев и его помощник Курзи и так далее. Можете пояснить суду, каким образом происходила процедура приема сдачи этого дежурства? Что-либо вам сменяющая смена говорила о том, как они пронесли это дежурство? Какие-либо установки с МВД поступали, не поступали? Это оперативные дежурные частные труды доводят, а мы помощники, что наши обязанности непосредственно занимались этим делом. Вы при приеме передачи оперативных дежурных присутствовали? Нет, нет. Вы проверили только связь, да? Связь, документацию, что есть в наличии, порядок. Скажите, пожалуйста, более конкретный вопрос. Я с вами, Мургоев либо Худзи, да? Говорили ли в дежурной части о том, что поступил бы приказ по телефонной связи, откуда-либо там, в дежурной части, либо откуда-либо, с другого места, о том, чтобы направили сотрудников правобережного ОГИ БДД на федеральную автодорогу Кавказ для сопровождения кархажа президента? Нет такого указания я не слышал. При вас об этом что-либо говорили? При мне об этом никто не говорил. Никакого указания я не слышал. Скажите, пожалуйста, 1 сентября вы заступили на дежурство и дальнейшие ваши действия в этот день. Во сколько заступили? Поподробнее. Значит, 1 сентября я прибыл на службу где-то 8-5 минут, может, 9-го, чтобы уже не задерживать и сменяющуюся смену, принять порядок, вот и средства связи. В полдевятого дежурные вместе с заступающей сменой убыли на развод к начальнику. Примерно в 9 часов они спустились с развода. В это время я услышал хлопки. Подошел к окну, я еще в дежурном, я говорю, вот, говорю, взрывают петанды. Ну, музыка шла, естественно, слышно было. Подошел к окну в сторону первой школы, смотрю, и шарик не наподнимал. Буквально, ну, секунд 10 не прошло. Очередь в полдевятную. В полдевятную очередь? Да. В этот момент дежурный вместе вооружал наступающую на сутки смену. В вооруженной комнате находился я. И вот, когда услышал очередь, у нас есть там звонок тревожный. Сразу подбежал к этому звонку, нажал тревожную кнопку. Кто? Илья. Да. И личный состав, на тот момент, который находился там, сразу начинали забегать в дежурную часть и получать оружие. Отсюда сразу поступать, начали телефоны звонить. Ну, я не успевал на все телефоны отвечать. Ну, такой, не знаю, как все быстро получалось. Вот на первый момент, кто успел вооружиться, сразу начали убегать в сторону первой школы. Вот. И кто-то по рации кричал, первую школу захватили, первую школу звонили. Потом люди звонили, что случилось, что случилось. Некоторые звонили, захватили, захватили школу. А вот захватили школу, вам говорили, что вот он в первой школе находится, допустим, оттуда звонок. Конкретно с первой школы кто-то говорит? Ну, нет, не школа, просто говорили в общей фразе. Захватили первую школу, захватили люди в Москве с автоматами. И дальше, простите, что бы. Ну, что бы уже где-то, уже, я же говорю, по рации начали кричать, что захват произошел в первой школе. Весь личный состав, который там уже находился в райотделе, и уже возле школы. Вот, я, соответственно, сразу уже начал с МВД по всем инстанциям, сразу доложил начальнику. Начальник дал команду ввести план «Ураган-2». Вот, с МВД, ну, в течение получаса, наверное, уже стали приезжать другие подразделения. Ну, первые вот такие, что бы. Скажите, пожалуйста, вот, когда сотрудники право-бережного рода вооружали среди людей на улице, вы слышали какую-либо команду, что им поступило, что это была команда? Действовать именно так? Им кому? Сотрудникам. Ну, начали выбегать, опять сынок право-бережного рода заступил Муртаза, он в числе первых туда выбинулся. Ну, вы сами слышали указания в Ураган-2? Ну, я там не находился непосредственно на улице, я в дежурной части находился. А вот на улице копилка заводилась. Штаббат проводился в Ураган-2? Да? Задачи ставились-то по дворе там? Задачи ставились чуть ранее, где-то 8 часов на улице. В связи вот с захватом заложников? В связи, наверное, на улице. Я же говорю, после того, как это все произошло, и прибыли министры, там все вышестоящие руководители, они временно оперативные штабные улицы организовали, не в здании руководителя. Я тоже уже шло руководство. А если, пожалуйста, когда министр внутренних дел прибыл в проведение заводов? После начала завода заложников? Где-то минут через 25-30 минут. Ну, по времени я никак не могу ориентироваться, так, во сколько это... Сама дорога, она полчаса занимает почти. Ну, я же говорю, по времени я не ориентировался. Потом еще министром постарались. Ну, 20 минут он уже был на месте. Не, ну, я не утверждаю, что 20 минут. По времени я не могу говорить, через сколько они приехали. Потому что телефоны буквально разрывались от звонков. Я не мог за всем этим... Кто в МВД сообщил о случившем? Я лично доложил в дежурную часть МВД. Через какое время после случившегося? Фактически сразу же уже стало ясно, что уже произошел захват школы. Вам стало ясно через какое время? 2-3 минуты. Вот как люди стали звонить, захватили, захватили. Там еще сотрудник на входе по рации отвечал, захватили школу и все. Пожалуйста. Пожалуйста. Поясните, пожалуйста. Вот прибыл министр внутренних дел, заместитель МВД. Кто тогда после этого стал осуществлять руководство действиями сотрудников МВД? Этого я сказать не могу. Как я говорил ранее, я находился в дежурной части. Они организовали временно оперативный штаб во дворе, по-моему, восьмой училищей. Во дворе училища? Во дворе училища, да. А вам лично кто командовал все три дня? Все три дня, естественно, не находился в дежурной части, но в дежурной. А где вы находились с первого по третье? С первого по третье, с первого по вечер второго числа я находился в дежурной части. Иногда выходил на улицу все. А затем? Не за кем? Затем, после второго числа. А, затем второго числа. Второго числа вечером уже, вот тогда я, естественно, помогал уже в следующей смене. Как бы они заступили на службу. Помогал, потому что объем работы был у меня большой. Нагрузка большая шла в связи с этими телефонными звонками там. Вечером второго... Вечером второго... Вечером второго... Вечером с другими сотрудниками мы выглянулись в район гаражей. И там находились до утра третьего. Потом они... А? В апреле. Потом третьего утром обратно в дежурную часть в приглахе помогал также сотрудникам дежурной части. В дежурной части. Спасибо. Александр Малышевский, рняная часть. Скажите, пожалуйста, вам что-либо известно о том, каким образом необходимо было действовать сотрудникам правобережного РВД непосредственно при чрезвычайных обстоятельствах? – Какие-либо тренировочные занятия проводились? – Проводились, создавались сводные отряды, двигались в район аэропорта. – Какие-то когда были посетители? – Точно сказать не могу, но по времени я имею в виду и летом. – Так давайте по порядку, не в одну кучу всего. Проводились занятия и знакомы ли вы с этими? – Проводились занятия с личным составом ОВД, но так как у меня специфика другая совсем, я не привлекался к этим занятиям. – Вы не привлекали? – Нет. – Может кто-то вам персонально оставил за руководство, что при чрезвычайных ситуациях в захвате заложников вводится план «Паваган-2». – Нет, как вам лично действовать? Вы знали тогда? – Конечно знал. – Ключи изучают обстоятельства, я говорю, в обязанности с нажатием тревожной кнопки оповещать личный состав по происшествиям. – Кнопка дежурной части, включатель со звонком. – И звонок пора и делу? – И звонок пора и делу на всех этажах. – А этот звонок идентичный при разных планах, допустим? – Нет, не идентичный. Значит, сбор личного состава – три звонка короткие. Сбор суточного наряда – два звонка. Один продолжительный – это план «Крепость». – А какой-то специализированный звонок по плану «Ураган-1» или «2» был у вас? – Значит, когда получаем команду по какому-либо плану, «Ураган-2» или «Ураган-2» – значит, сразу же вводится план «Крепость». Соответственно, нажатием тревожной кнопки личный состав. – Один длинный звонок. – Один длинный звонок. – А затем уже задачи? – А затем уже задачи ставятся. В общем, ваши функции – это вовремя плане личный состав. Поясните, пожалуйста, вы заступили на службу 1 сентября 2004 года. – А где-либо в дежурной части вы видели расчет сил и средств на 1 сентября 2004 года? – В этот день вечером в книгу постовых ведомостей я увидел дежурную часть. – А вы туда отоглядывали? – Нет, утром не до этого. – Только вечером? – Только вечером я видел на рабочем столе оперативного дежурного. – А на каких листах этот расчет был связан? – Книга была раскрыта, так что я смотрел один лист. – Сможете опознать его? – Думаю, смогу. – На одном листе, на двух – это не помните? – Нет, это не помню. – А по каким признакам вы определились, что это на 1 сентября 2004 года был расчет? – А расчет? По каким признакам? – Ну, там чисто. – Да, состоял штамп угловой и расчет силы и средств. – В общем, вы поняли, что это на 1 сентября? – Да, это на 1 сентября. – Скажите, пожалуйста, вы когда дежурили на 1 сентября? – 27 августа. – А в этот день вы видели в дежурной части расчет силы и средств? – В этот день? – Можете пояснить суду, кем разрабатывается и создается расчет силы и средств? – Роботы? – Инспекторам его. – А, допустим, на 1 сентября расчет силы и средств. Как задолго нужно предоставить дежурную часть копию этого расчета силы и средств? – Этого я сказать не могу. Я еще раз говорю, у меня другая специфика. Я эти расчеты не составляю. – Скажите, пожалуйста, если вы знаете что-либо об этом, доставлялись ли в июле месяце 2004 года, либо в августе какие-либо задержанные после теракта в городе Назране? – Не могу. – По крайней мере, в августе не доставлялись. – Скажите, пожалуйста, после теракта, либо во время теракта 2-го, 3-го, 4-го числа через дежурную часть провода Назрана ВВД какие-либо задержанные проходили? – Да, это какие-либо имени задержанные. – Если вы знаете, кто задерживался? – Значит, 2-го числа, 2-го числа, точно где-то тоже не помню, но в днем обед, наверное, люди собрались, естественно, много людей было, и возле училища произошла какая-то суматоха. Выбежали на улицу, и люди забивали двоих мужчин, один из которых был Бородак. Стояли военные Уралы, их забили туда, под колеса. Несколько сотрудников мы взяли в кольцо и занесли в дежурную часть, забили быстро-быстро. Как впоследствии оказалось, это были жители Кировского района. – Фамилии помните? – Нет, Фамилии не помню. – Но проверку проводилась? – Проверка проводилась, конечно, личности устанавливались. – Да, один, насколько я помню, даже был учитель, был в Ставдорфской школе. Вот этих двоих я помню, что доставили. – Да, три и полчаса не могли доставить. – Не переживайте, не спорили, не спорили. – Спасибо, Маша. – Спасибо. – Скажите, пожалуйста, вы сейчас показали, что после того, как произошло выстрелы, вы нажали двуможный кнопку и в личных местах побежали до первой школы. Сколько времени бежать до первой школы? – Ну, сколько времени побежать там, может быть, если чуть-чуть не было. – Секунду я думаю. – Спасибо. – Скажите, пожалуйста, вы еще раз тоже сказали, что в числе первых туда влюбил сам указан? – Естественно, не в соответствии по поводу. – Как вы это узнали, что в числе первых он влюбил? – Ну, он в числе первых бежал вооружение кнопок и послаковал там. – То есть он в числе первых взял автомат. – Он сказал, что он влюбился в школу. – Вы видели, что вы выходили в отдел, и он пошел в школу. – Сюда повернитесь, микрофон говорите, чтобы слышать. – Там никто не шел, там все бежали. – Но вы же говорили в бежурной части. – В бежурной части. – В бежурной части. – В бежурной части. – Там окошко небольшое. – И вы видели, как в данном побежал в школу? – Я видел, он выбежал в числе первых. – Он выбежал на кузовку. – В бежурной части с оружей. – Ну скажи, выбежал в школу, но это одно и то что он вышел с оружейки? – Мы сказали, что он в том числе первых выбежал из нашего школы. – Выобежал из оружейки. – Ну delve встав지拿 – ну возле ее службы. – И вспустился сразу, он г 섬. – Нет, но я чем за укр. –你們 как в бежурной части сбежался. – Вот, нет. – Он в числе первых получил в числе первых побежал. – Понятно. – Ну а дальше что с ним было? Скажите, пожалуйста, Вы часто говорили такие фразы, чрезвычайные обстоятельства, ситуации, происшествия. А чем отличаются друг от друга эти понятия? Вы ведь там ситуация, получается... Карлов, задайте по существу вопрос, я снимаю вопрос. Сейчас мы экзамены будем устраивать конкретно и по существу. Хорошо, вот Вы сказали, что план крепости включается для следующего. Вы вводите план крепости, а потом все остальные планы сами с собой вводятся. Ну, сами с собой вводятся. Собираются лично составы, вводятся старые планы. Собираются лично составы, вводятся конкретные задачи и вводятся планы. Скажите, а откуда Вы это взяли? Какой-то нормативный документ, как вы вводите или как? План действует для чего? Который есть у нас в район. Который есть у нас в район. Если Вы знакомы? На тот момент не было знаком. Я же говорю, документации такого характера не относится к вам. То есть у нас в райотделе на тот момент был план подвести на райотделу? На ситуации все. Извечаю, в райотделе. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, а кто из подсудимых принесет персональное ответствие за работу дежурной части? А кто? Общее руководство существует. Общее руководство существует начальник райотдела. Значит, непосредственно подчиняется и начальнику райотдела, начальнику штаба и дежурной администрации. Так что? Скажите, а вот какое должностное лицо дежурной части? И все-таки персональное ответствие за активность работы дежурной смены? Дежурной смены. Начальник дежурной части. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы показали, что 1 сентября вы на смене, смен, такая трафтология, не участвовали. Но скажите, вам известен порядок, когда есть смена предыдущая, а дает новое смене, значит? Порядок, значит, простой. Новая смена прибывает на службу, где 8.30 развода начальника, начальник разводит их, доводит всю необходимую информацию. А передача не происходит? А передача происходит уже дежурной. Дежурная часть, ее передача оружия, боеприпасов и следствия. И только это, потому что ничего не передается? Что вы имеете в виду? Журнал, например, галматизм. Журнал, конечно, журнал информации один есть у нас. Приема сообщений, учета, сообщений, курс, курс. А может, вы, пожалуйста, что такое жуи? Журнал учета информации. Поступающий? Поступающий дежурный учет. Какие мы у вас за поступающие? По телефону, по факту, или... У нее делает советский оперативный дежурный или попоможник оперативный дежурный? Жуи и вкус. Непосредственно делаем отметки, значит, оперативный дежурный. Я еще раз говорю, на докусу у меня не было ответки в документе. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот, вы подпишите, значит, вы отключили, значит... Вы отвечаете сюда, пожалуйста. Вы слушаете сюда. Ну, пожалуйста, нам, пожалуйста, инструктировали. Мы наводили в общих чертах то, какой план был выполнен. Какое было ваше действие по плану Роган-2? Как повести технически? Вот, я не представляю себе. Может, у нас нет? Он сказал, речи по личному составу. Сбор личного состава. Ну, как вы это сделали? Как лично вы это сделали? Обещение и сбор личного состава. По телефону. Если у меня телефон и список личного состава, обзванивать начал личный состав. У вас один телефон? Нет, телефон 0-2, городской телефон и телефон доверия. И вы и у многих людей обзвоните успели? Ну, сколько успел я. Я же и считал, сколько я обзвонил. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот, какая еще учетная документация ведется в дежурной части? В какой-нибудь жюри, в суд за это? Значит, у меня одна учетная документация была на тот момент. Рабочая тетрадь отвезли на дежурную, куда я записывал сообщение поступающих в дежурную часть. Другим документам я доступа не имею. Скажите, пожалуйста, а вот если вы каким-либо образом, по любому виду связи, в дежурную часть поступило какое-то сообщение, вы обязаны были внести этот рабочий тетрадь это сообщение? Или фильтровали, что вносить, что не вносить. Почему фильтровали? То есть обязаны были внести. Обязаны были внести, что обязаны. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот, есть ли такой журнал в дежурной части, как журнал учета телефонограмма? Есть. И доход может быть вообще оперативного дежурного. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на тот момент, когда вы работали в помощнице оперативного дежурного, вы знались тогда у вас те инструкции, на них расписывались? Конечно. Зачетово принимались. Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, вот, какая ситуация. Вы, наверное, знаете, что экинолог приезжал 1 сентября проезжать в школу. Но если школа проверена, например, школа проверена, и нужно сдать кому-то, работникам, кому бы что-то зашло. Все вопросы, значит, решали инспектора МОК. То есть, вас это было? Да, у меня это, конечно, не касалось. А вы сами присутствовали на разводах каких-нибудь? Нет. Спасибо. Скажите, пожалуйста, чем вы были вооружены в тот момент? 1 сентября. Так, мы были салитом Макарова. Скажите еще один вопрос. Вот, 1 сентября, во сколько в райотдел прибыл начальник? Айдар? Начальник, он в начале в основу прибывает в себя. Всеми в начале в основу. И вы откуда это знали? Вы его видели или вас сообщили, что начальник прибыл? Я же, наверное, сдаю на вторые сутки смену. То есть, я его вижу, когда прибывает начальник. Скажите, пожалуйста, а вот так же, как вы, все знали, что начальник в райотдела находится в здании? На этот вопрос не возникли. Скажите, а что мешало работникам в райотделе? Какая-то объективная причина? Не знаю, что начальник в райотделе здесь. Есть такая объективная причина? В подвале, например, сидит и у людей, и уходится в людей. А, Карл, задайте. Нет, задайте. Есть такая возможность, что и в ваш начале... Вопросы не понятны. Ну, хорошо. Нет, не вопрос. Я думаю, что касается в вас. Вопросы бы так, что вы знали, что начальник в райотделе здесь, а ваш начальник в оперативной дежурной не знал бы. Оперативной дежурной утром я бы докладывал по прибытию в начальницу в райотделе. То есть, он наверняка знал, что начальник в райотделе здесь. Спасибо. Скажите, пожалуйста, каковы полномочия оперативного дежурного и ваше полномочия по самостоятельному принятию решения? Без начальника. Значит, полномочий, как и мои, как таковы, полномочий у меня не было на тот момент. А вашего начальника оперативного дежурного? В рамках моих обязанностей, в рамках моих обязанностей, полива больше влечения я бы. А оперативного дежурного? А оперативного дежурного тоже есть. Упроводители, ответственные начальники. И вот согласно их указаниям он и принимает решение. А самостоятельно он может принимать решение? Самостоятельно, в случае отсутствия начальника РОГД, начальника дежурной части, ответственного по РОГД. Но, как правило, в таком случае... Скажите, пожалуйста, а вот если в другом ситуации такова, что решение от оперативного дежурного требуется немедленностью, он может принять это решение, не советуясь, начальник РОГД? В ответственный начальник на месте он не может не посоветовать, не может не доложить. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас показали, что вы прибываете на службу 8.30 и происходит ваш инструктаж, сдача смены. На службу 8.30 мы заступаем уже непосредственно на службу 6.30, а прибываем где-то минут за 20 до 30 до... То есть 8 утра. Да, если вам надо, я сказал, что принять исправность, поверить исправность в телефонах, вот и так далее. А в тот день, первый раз тебя, во сколько вы прибыли? Ваш начальник оперативного дежурного меню. Ну, я за себя, в честь я сказал ранее, тоже минут 5 было, 10, 9. А дежурного меню уже тут, наверное, в честь. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какова обязанность вашего и вашего начальника оперативного дежурного по подготовке служебных нарядов и контролю за выполнением ими своих обязанностей? Еще раз. Ну, хорошо. По другой части. Начальник оперативного дежурного. Оперативного дежурного. Контроль за весеннюю службу дежурного. А подготовка нарядов в службе, как оба ответственность? Что вы должны сделать, чтобы подготовить наряды заступающие в дежурный? Что должны делать? Да, благотажный знает свои обязанности, уже и на инструктажи доводится. Инструктаж кто проводит? Инструктаж проводит ответственное руководство и оперативный дежурный. Но не дежурный. Это дежурный, да? Оперативный дежурный. Вот это и есть дежурный дежурный. Ясно. Скажите, пожалуйста, мы сейчас сказали, что оперативный дежурный тоже участвует в инструктаже. То есть для этого, чтобы его там участвовали, да? Он может ли с уточного нарядка? Для того, чтобы там участвовать, нужно какую-то придет информацию на сутки. Для того, чтобы с ним и средства, когда поступают в дежурный дежурный дежурный? Я не могу этого сказать, потому что это не для их компетенса. Пошел оси и средства. Скажите, пожалуйста, вот когда вы выступили на службу, были ли вы обеспечены следующей информацией? Ну, силы средств, например, расчет, я спрашиваю вас. Сведения о настоящих массовых мероприятиях, оперативные планы, все это? На день знаний, да. На день знаний, да. Все получали инструктаж. На день знаний проводили инструктаж во дворе школы утром в 8 часов. Скажите, пожалуйста, когда вы работаете в инструктаже, когда вы бываете на службу? Куда вы первые делали? По своему обучению и саду. А где они отмечаются прибытия с них? Ну, это же не сбор по тревоге, чтобы они в дежурной часе. Каждый приходит в утром на свой рабочий месте. Понимаете, скажите, пожалуйста, вам знаком приказка 74-й? Совершенно верно, знаком. Также есть проект, который сюда приходит, где он записывается. Посталубедность не записывается? Посталубедность. Если он не в суточном нарядке, для чего он писать, что посталубедность? А если кучки нарядки? Если он с уточном нарядке, то вы хотели записываться? Я еще раз говорю. Этими журналами, значит, канал сказать, что записи в них поизводят, а пиратильный дежурный не реагирует. Но у нас один кабинет. Хорошо, скажите, пожалуйста, какова задача, если он, конечно, это известно, оперативного штаба райотдела нашего, не оперативного штаба, а штаба райотдела, чтобы подготовки к действиям ситуации. Как они участвуют в этом? Еще замечательно, ситуация создается оперативный дежурный дежурный дежурный. По подготовке. Так, Карл, конкретный вопрос задавайте. Хорошо. Ну разобраливаем у нас оперативный план ради отвозные случаи жизни. Упроводитель оперативного штаба? Нет, это штабы, да? Просто штаб или оперативный штаб? Ну штаб этим занимает же так. То есть штаб занимается за подготовку специальных планов? И вы приказы на работу. А кто контролирует знания сотрудника положения специальных планов? Мачальники, пожалуйста, или нет? Я говорю, зачёт не принимают в своём. Кстати, скажите, пожалуйста, вот как была именно с вами организована служебно-боевая подготовка? Служебно-боевая подготовка в каком плане? Ну, скажем, специальная подготовка, фактическая подготовка, подневая подготовка. Ну, какая там есть? Кническая подготовка есть. Там же, по-моему, 9 или 10 видов подготовки. Скажем, специальная подготовка. Есть инспектор по боевой специальной подготовке. И он разрабатывает такие планы. Я точно с вами так и занимаюсь в августе месяце. Что вы изучаете? Сколько раз? Вечно, я, значит, выучив тяжелой части, мои занятия проводят в изучении кафедры. Мы заходим. Подождите, сейчас мы далеко будем заходить. Один вопрос другой поражает. Демокративные планы вы изучали? Специальные планы вы изучали? Мы подготовка, фактическая подготовка. Специальные планы, и что вы имеете в виду? Я не знаю, у вас есть специальные планы. Скажем, если вы назвали планы, подействие в специальные планы. Так, 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 сюда развернитесь. Задайте конкретный вопрос. Занятия у вас были? Подождите. Занятия у вас были, значит, по специальной профессиональной подготовке? Были. Когда они проводились? И что их проводили? Я говорю, инспектор боевой специальной подготовки есть у нас в районе. Такая должность. Так он проводит вам занятия? Занятия, вот, именно то, что он говорит по физической, огневой специальной подготовке. Вот именно вот. Это он проводит? А по изучению приказов? А по изучению приказов это непосредственно начальник дежурной части. Проводились такие занятия? Проводились. Когда, как часто, скажите? В августе проводились такие занятия? Ну, не помню, да, проводились, конечно, проводились. Начальником дежурной части? Начальником дежурной части. В августе не помните, проводились ли занятия? Именно в августе не помню, а так проводились. Скажите, пожалуйста, тогда другой вопрос. Проводились ли с вами занятия в августе по поступающим проотделам клиентального? Необходимости быть деятелями 1 сентября, необходимости выполнять ряд мероприятий 1 сентября. Это, видимо, и занятия, и инструктажи, и длительные внесения в службу проводились со всем личным составом роботов. Скажите, пожалуйста, был ли к 1 сентября в райотделе разработан какой-либо специальный план обеспечения безопасности? И день проведения массовых мероприятий, посвященных 1 сентября. Мы знаем. Значит, как же говорю, у меня несколько пунктов в моей подгазности. Я не спрашиваю. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Это разрабатывается на уровне начальника подразделения. Я не спрашиваю. Вы такой приказ знали? Такой приказ. Что вот 1 сентября есть приказ правого дела обеспечения безопасности для проведения Дня знаний. Это не только Дня знаний. При каждом таком мероприятии, праздничном допустимом, дается приказ. Тот день тоже был такой приказ? Обеспечения правопорядка на 3 сентября. Тот день тоже был такой приказ? Тот день тоже был. Так, наверное, я видел. Так, давайте конкретно отвечать на вопросы. Не надо уводить то же что. Вам спросили, вас. Был такой приказ на 1 сентября? Я не видел этот приказ. Не видел? Вот ответили все. Зачем еще туда-сюда юлить? Скажите, а проводились ли с вами, или, может, вам известно, проводились такие инструктажи, тренировки под самым личным делом по поводу 1 сентября? Специальные тренировки, инструктажи? Специальные тренировки? Ну, например, ваши действия. Можно ответить. Вы, наверное, видели вот этот теракт, специальный теракт. Нет, зачем? Чтобы не было теракта. Тренировки, наверное, потому что это не было, и чтобы они были. Вот такие тренировки инструктажи? Инструктажи были в плане обеспечения безопасности наследия и учебные советы. А тренировки были? Я не участвую. Хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот по плану «Ураган-2», еще хочу вернуться к этому. Вы вели план по команде начальника? Начальника. Как все-таки это было технически? Как вот я, работник «Ураган-2» узнал, что план «Ураган-2» есть и что я должен делать? Вы просто нажали кнопку и все же? Значит, план «Ураган-2» просит сбор личного состава для привлекаемых и освобождения заложников. То есть вы бы дали тревогу, позвонили людей? Да, я бы дали тревогу, а позвонил в личный состав. Хорошо. Сейчас вопрос. Известно ли вам что-либо о том, что кто-либо из руководителей «Ураган-2» дал команду ступить в правительство «Ураган-2»? Я на тот момент, во время захвата, находился в дежурной части. Как и команда «Ураган-2» был неизвестен. Неизвестен, неизвестен. А скажите, пожалуйста, а вот должен ли работник милиции применить оружие в случае массового захвата людей в грозе их жизни? Значит, сотрудник милиции применяет оружие в соответствии со статье 15-й закона. Там такое слово же есть? Что есть. О том, чтобы он имеет право применить оружие при массовом захвате людей, объектов гражданских? И, естественно, есть 6 пунктов и вы послушаете. Так. Семен Ракова. Алан, скажите, пожалуйста, вот находясь в дежурной части, да, имеете ли вы право, находясь в дежурной части и зная, что начальник края дела находится у себя в кабинете, вы можете отдать приказ, вот сами, приказы для распоряжения какому-либо подразделению про это дело. Вы или дежурной? Это дежурная 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 дежурная. Я задаю вопрос. Нет, я... Уже ответ был на этот вопрос. Без начальника этого отдела, значит, не имеет права. Если он находится на месте, да. Вашим честью, какого точно водоотнета нет? Я не делал что-то, но у меня, потому что я не понимал, кто-то поможет, как родил. Вы не имели, а дежурная? Я просто дежурная дежурная дежурная. Дежурная в отсутствии уголовающих сосудов. В отсутствии. А если начальник на месте не имеет права? Это нарушение закона? Да или нет? Нарушение закона, да. Да, ну и все, никаких норм. Да, это нарушение. Так. Теперь, ладно, такое повреждение. Ну, бог. Вот, вы видели, как заходил в здание райондела кино 1 сентября? Ну, я не видел. Не видел. Пожалуйста. Можете сказать, может, я послушал, у кого у Кузева Виталия? У Кузева Виталия. У Кузева Виталия, да? Не могу. Ну, они дежурные. Они не успели. Прием передачи не успел осуществить. То есть, он начальный дежурный дежурный. Значит, они спустились с развода от начальника. Процедура такая. Дежурные спускаются с развода. Проходят дежурную часть. Пересчитывают оружие, боеприпасы, спецслейства. И вот таким образом происходит прием передачи оружия. Но на тот момент, я даже говорю, они не успели. Просто на паспорте. Нет. Нет. Вот Вы сказали, что 2-го числа вечером были около дорожей. Уколо как-то дорожей? Ну, по школьному переулку. По школьному переулку? Вот. То есть, за 37-м годом. С краю, с середины, с какой стороны? По середине. По середине, с той стороны. Есть вечерки там были? Да, да. Что Вы можете, Вы видели, спецназовцы, которые подъявили к школьному переулку, или ОМОН, или каких-то других сотрудников, не относящихся к Вашему роду? Селех отъявили к ОМОН, по цепи. Солдаты. Солдаты. 58-й. Когда они подъявили? Подбежал вначале. Давайте. Какому-то корпусу. 42-й корпусу, 39-й. Что в это время там?